Так, друзья, хочу рассказать, как загружать фотографии, но если у вас их очень много и вам хочется не очень париться. Потому что я заметил прикол на примере жены, которая раньше этого как бы и не делала, все это за нее делалось, сами догадайтесь кем. Я заметил, что возникают проблемы с загрузкой фотографий, если их много. Вот, берем, например, альбом, да, последний, фотографии с моей страницы. Мне сюда, например, хочется... Нет, стоп, этот альбом нередактируемый. И это нередактируемый. Прикольно. Ладно, открываем любой альбом, нажимаем добавить фотографии. Открываем папку, в которой лежат те фотографии, которые я хотел бы сюда загрузить. Сейчас. Рокуда один, по-моему. Вот. Фотки, которые у меня жена тут набила, их очень много. Она начала просматривать их на компьютере, выписывать номера и готовить потом поштучно выбирать, тыкая на них мышкой. Кто не в теме, объясняю. Даже когда вы уже открыли окошко из браузера для загрузки фотографии, нажав левой клавишей мыши, вы, конечно же, загрузите фотографию. Но если нажать правый клик, то выпадает вот такая менюшка, в которой есть, как один из вариантов, просмотр. И можно просто просматривать фотографии, да. Потом на выбранной фотографии, как бы, запомнить номер, 6491, допустим, да. Закрыть. Найти, вот он где-то тут близенько будет. Вот. Нажать загрузить. После этого нажимаем добавить еще. Также, если не уверены, какую из них надо загрузить, нажимаем просмотреть. Выбрать нужную. Допустим, да. Запомнить ее номер. Так, у меня вообще мышка в кадре. В кадре. Вот, где номер. Потом закрыть окно просмотра, выбрать этот номер, на него нажать. И таким образом эта фотка тоже улетит туда же. Вот, показываю. Ну и в то же время паниковать не стоит, как у меня жена там. Вот, не хочу, чтобы это было. Пока их там нигде нет. Нажимаем крестик, и их там и вообще нет. Для проверки обновляем страницу. Ничего нового тут не добавилось. То есть проблем не возникает. То есть не обязательно нам брать, открывать вот это вот дело и просматривая. Тут выписывать все номера на бумажку, как у меня делала жена. Правда, открываю не тот. Вот, вот этим просмотрщикам. Вот тут она хотела их записывать. Это нам нафиг не нужно. Открываем прямо с сайта. И единственное хочу заметить, что когда вы там нажимаете добавить, у вас может быть не так все красиво и круто. Может, например, вот так быть. Но тогда просто находим, как в вашей винде меняется вид обзора. Ставим огромные значки. И тут вы уже, в принципе, видите, что у вас там за фотографии. Если у вас стояли изначально просто крупные, то это мелковато. Нажимаем огромные. И все будет хорошо видно. Ну и напоминаю, для уточнения просто правый клик. Просмотр. Уточняем, какой из кадров вам больше понравился. Запоминаем номер. Поскольку уточняем обычно среди нескольких всего кадров, то они будут на этом же экране. Выбираем нужное, нажимаем отправить. Просто тупо нажимаем левый клик. Это и есть как бы отправить. Все. Всем пока. Надеюсь, что и этот мини-урочек кому-то поможет. Надеюсь, что людям нравится все-таки то, что я рассказываю. Ну и задавайте наводящие мысли, вопросы и все такое. Спонсором сегодняшнего вопроса как раз была одна знакомая моя. По-моему, даже одноклассница. Уже даже не уверен. Или параллельный класс, или одноклассница. Неважно. Вконтакте задала вопросик по поводу фотографий Вконтакте. Ну и тут меня понесло. Если у вас есть еще нерешаемые для вас вопросы, задавайте. Может быть, я помогу. А может, друзей подключу. Всем миром уж точно решим. Все. Всем пока. Удачи. До связи. Надеюсь, что вы подпишетесь и будете дальше следить. Ну и само собой помогать с вопросами. А я вам помогу с ответами. Пока.